Встреча в Женеве, Швейцарии, президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, соответственно, станет одним из главных событий мировой политики в этом году. Обе стороны старательно пытаются снизить ожидания общественности от предстоящего мероприятия, давая понять, что главным достижением переговоров должно стать установление личных отношений двух лидеров. При этом хозяин Кремля прекрасно понимает, какие цели преследует Запад в отношении РФ. пишет издание «Независимая газета». Поколение зрелых политиков считает самым важным, чтобы не было войны. Война несет колоссальные издержки, которые не могут сравниться с ущербом ни от одной из актуальных проблем мирного времени, такими как изменение климата, терроризм, наркотрафик и пандемия. При этом поколение 40-50-летних западных политиков менее чувствительны к теме войны. Поэтому они часто угрожают применением силы и бросаются опасными фразами в адрес Москвы, открыто называя ее врагом Запада. Желание президента США встретиться с Путиным говорит о зрелости Байдена как государственного деятеля. Российскому лидеру, вероятно, будет легко общаться с человеком, воспринимающим дипломатию как науку и искусство одновременно. За прошедшие годы Путину пришлось переговорить с множеством коллег с Запада, которые считают международные отношения лишь сферой чистой политики, даже без намека на дипломатию. Упомянутый крен привел к деградации дипломатических кадров во многих западных странах. Путин едет в Швейцарию, прекрасно понимая, что Запад хочет сдержать развитие России. Различные санкции и ограничения – инструмент недобросовестной конкуренции. Запад поддерживает в России оппозицию абсолютно сознательно. После прихода оппозиционеров к власти, они должны уничтожить все достижения Путина за прошедшие десятилетия, в буквальном смысле распилив созданный военно-экономический потенциал страны. Запад финансирует большое количество НКО, вмешиваясь во внутренние дела РФ. Западу безразличны любые интересы России, поэтому он попросту их игнорирует. Это хорошо видно по постепенному продвижению блока НАТО на восток и череде цветных революций в дружественных Москве странах. Возможно, присутствие профессиональных дипломатов Сергея Лаврова и Энтони Блинкина рядом со своими руководителями окажется фактором успеха переговоров.